Подписаны все вот те жуткие законы, которые планировались, то есть закон о серости, закон запрещающий просветительность и закон об оскорблении ветеранов и оскорблении героев Второй мировой войны СССР с очень хитрыми формулировочками, под которые может угодить любой каждый человек. Ну то есть вот мединские компании, они расставили такие капканы на всяких инакомыслящих, а сами засели в кустах в ожидании, какой дурак в этот капкан попадется первым. Это означает, прежде всего, запрет на любые собственные мысли о Второй мировой, о том, чем на самом деле занималась, что делала и как делала сталинская армия, и обещаны за любые размышления по этому поводу и полумиллионные штрафы, и весьма приличные большие сроки заключения. То есть о Второй мировой войне, о СССР и о Сталине можно говорить только слово в слово, повторяя бред мединского и военно-исторического общества. Все прочее, вероятно, наказуемо. И теперь, конечно, дешевле забыть вообще о Второй мировой войне. Можно этой теме сделать ручкой и никогда больше не упоминать об участии сталинцев в войне. Вот сперва образуется на этом месте, конечно, некая пустотишка, а потом станет понятно, главное, что прошлое вообще не имеет никакого значения для настоящего дня. Это история, это дурная привычка власти и паразитирующих на этой дурной привычке так называемых историков. И без прошлого вообще существенно легче дышится. Ну а для тех, у кого есть вот жуткий, нестерпимый зуд поковыряться в этом во всем, ну есть Вторая мировая война. В другом смысле слова, где не стоит капканов есть. Есть Мадагаскарская операция, Аля Ламейн, есть Нормандская операция, генерала Монтгомери, есть Орденская операция, есть Дрезден, Бирма, есть реально грандиозные события, такие как операция Гандерсайт, есть Ахим Роненберг, который лишил Гитлера и ядерного оружия, и надежды его получить. Послушайте, но ведь правда, если нельзя про собственных ветеранов, то значит про всех остальных можно прекрасно интересоваться. Совершенно верно, да. И там не расставлены капканы Мединского, пусть Мединский сам играет в свои Зои всякие, экспериментально доказано, что в общем это мало кому интересно. И через поколение, вероятно, уже никто не будет помнить о том, что СССР тоже участвовало во Второй мировой войне. Ведь как только что-то приобретает статус казенного, обязательного, это автоматически вызывает скупу, неприязнь, нежелание это знать и желание от этого дистанцироваться. Но в лучшем случае это обречено на безразличие и умирание. Мы в этом, кстати говоря, убедились на примере РПЦ совсем недавно, потому что я ознакомился с циферками. И я тебе могу сказать, что вот шутка ли, за последние пять лет согласно даже в ЦИОМ, мы понимаем сколько лжи в этом слове, в одном этом слове. По понятным, объяснимым причинам, потому что социология это настолько важная для управления массами дисциплина, что никто и никогда не позволит гулять самой по себе. И вот в ЦИОМ, который в общем редкостно лжив, он честно говорит о том, что количество атеистов в стране увеличилось вдвое. Оля, вдвое за пять лет. Дети подросли, Александр Глебович. Ну, может быть, вот на паре этих процентов увеличение, там и есть мои в том числе отпечатки пальцев, но вообще это очень естественный, очень, и твоих тоже, очень живой и стихийный процесс, естественный ответ на попытку принудить к этому православию. И вот смотри, у нас тоже, кстати говоря, такие вот есть косвенные приметы отношения к войне, глубинного отношения, которое не высказывается. Я вынужден вести определенного рода подсчет неприятностей, происходящих с вечными огнями, просто там количество перевалило далеко за четыре сотни за последнее время. На сей раз это было, по-моему, вчера в Пушкино. Пушкино это Московская область, где дама для того, чтобы сэкономить газ, решила приготовить яичницу на вечном огне, но была схвачена и возбуждена уголовная дело. Но я просто смотрю, что делают с этими вечными огнями, и этого уже не спишешь на каких-то отщепенцев, на выродках прикуривают. И даже на подростков хулиганных, хулиганов тоже не спишешь, потому что этой даме за 60, насколько я знаю. И она упирала на то, что по ресторанам ей ходить не по карману, а горячая пища нужна. Совершенно верно. Но помимо этого жарят сосиски, шашлыки, яичницы, антрикоты, картошку, сушат носки, всеми способами гасят снегом, фанерой, мочой, используют вечные огни. Еловые ветви. Да, как фон для тверка и для стриптиза. И вот я подозреваю, что это все очень не случайно. Вот как в РПЦ разглядели бизнес, так же начинают подозревать его в этой возгонке победобесия, в которой мы живем последнее время. Потому что понимают, что бизнес и наркоз, обеспечивающий забытие, вот это Марьева, которая мешает разглядеть современность во всех ее жутких подробностях. И очень, кстати говоря, показательная история в, если не ошибаюсь, в Заинске. Мы с тобой ее не обсуждаем. Это место, где памятник героям войны оказался из пенопласта или какого-то... Из некоего материала. Из некоего материала, который сгорел за три минуты. Да, шестиметровый воин-освободитель, ну такой классический с автоматом. И немедленно сгорел, потому что то ли это пластик, а может быть, поскольку слышали громкий хлопок, есть все основания подозревать, что, возможно, памятник был таким же надувным, как и все, что связано... Там, кстати, тоже что-то сжгли какие-то еловые ветви на ближайшем... Винки, винки, винки. Да, ну в общем... Ну, вообще думать, что там, где в товар превращено все, да, от богов до пенсий, то тема Второй мировой войны не является товаром для того, кто умеет этот товар продавать, предельно глупо. Где есть клиентура, которая готова истерировать на тему, то на этой клиентуре, конечно, надо зарабатывать. И поэтому меня вообще, честно говоря, все это в этой скользкой теме не удивляет. Там, если ты помнишь, остался на месте этого памятника очень криво, неумело сваренный доморощенными сварщиками скелет, который до сих пор украшает эту площадь. И такая же, вероятно, бесстыжая история, история бесстыжего бизнеса с очень многими подробностями этой памяти. Сперва надо внушить чувства, а потом надо начать на этих чувствах зарабатывать. Александр Глебович, вот как раз с памятником это особенно заметно. То есть люди, которые его сожгли, они вроде как нехорошие, как это называется, вандалы. А те люди, которые сделали памятник, украли на этом деньги. Причем какие-то огромные деньги и выдали его за бронзовый. Ну да, и говорили, что он пожароустойчив. Они, значит, хорошие ребята и орден им дайте. Здесь нет никакого противоречия. Нет, нет, просто надо понимать, что выяснилось опытным экспериментальным путем, что религия войны монетизируется, религия победы монетизируется гораздо лучше, чем религия древнееврейского бога. И, конечно же, то количество бюджетных сосков, которые расположены на этой новой религии, ну не позволяет равнодушным людям не присосаться к какому-нибудь из них.